По информации инспектора ГИБДД Андрея Артамонова, за три месяца текущего года в Ахтубинском районе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Доклад инспектора пестрил цифрами и больше напоминал статистический отчет, но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Развить тему помогли другие члены комиссии. Присутствующие говорили о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия, о том, что нужно своевременно проводить ремонт дорог. Менять вышедшие из строя дорожные знаки и наносить разметку. Командир взвода номер 3 Сергей Гринин представил свое видение проблемных ситуаций. По его словам, в дорожно-транспортных происшествиях, как правило, виноваты сами водители, не соблюдают скоростной режим. Также нередки случаи, когда за руль транспортного средства люди садятся в нетрезвом виде. Впрочем, и состояние дорожного полотна тоже не способствует уменьшению числа ДТП. Сейчас, когда практически все трассы освободились от снега, появилась очень большая проблема – это ямы на дорогах. Некоторые выбоины достигают таких размеров, что автомобилисты просто вынуждены объезжать их по полосе встречного движения, тем самым создавая аварийную ситуацию. Всю эту информацию члены комиссии приняли к сведению и постановили, что для устранения причин повышенной аварийности нужно работать во взаимодействии с дорожниками. Что касается безопасности пешеходов в современных условиях, то заняться их защитой ГИБДД заставила грустная статистика. В прошлом году в России в авариях с участием пешеходов погибло почти 9 тысяч человек. Еще более 61 тысячи получили ранения. Этой теме 16 февраля текущего года был посвящен круглый стол в пресс-центре РИА Новости, который проходил в режиме видеоконференции с участием руководства ГИБДД федерального уровня. На круглом столе активно обсуждались приоритетные направления профилактики аварийности на пешеходных переходах, воспитание взаимной вежливости у водителей и пешеходов, разрушение психологических предпосылок к совершению ДТП у участников дорожного движения. Изменить ситуацию, по мнению участников обсуждения, может применение инженерных инноваций. Так, в европейских странах успешно применяется практика возвышения уровня перехода по отношению к проезжей части. И подобный опыт все чаще предлагают применять у нас. Информацию о прошедшей видеоконференции члены комиссии также приняли к сведению. Европейский опыт оценили, но меры по защите пешеходов от недисциплинированных водителей решили предпринять, уже проверенные временем, оборудовать пешеходные переходы дорожными знаками и разметкой улучшенной видимости. Следующий вопрос повестки дня касался организации безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. Наша страна является домом для полумиллиона людей с инвалидностью. Граждане с физическими ограничениями должны иметь возможность пользоваться всеми объектами социальной инфраструктуры, свободно ездить в общественном транспорте и жить в специально оборудованных домах. Самая такая вот наиболее видимая стоянка для инвалидов, мы знаем, около ЦУМа находится, да, и знак там висит, и в любом случае у нас все равно идут такие вот такого рода нарушения. У нас водители не соблюдают, им все равно, куда ставят свои транспортные средства, у нас все делается лишь бы было удобно. Естественно, никто не думает о ближнем своем. Думать о ближнем должны не только водители, но и власти. При проектировании работы уличной дорожной сети необходимо предусматривать создание пешеходных путей с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Это члены комиссии решили рекомендовать главам муниципальных образований Ахтубинского района. А еще полезно при создании безбарьерной среды для инвалидов привлекать коммерческие структуры, которые могут оборудовать для людей с ограниченными физическими возможностями парковочные места рядом с торговыми точками и предприятиями сферы услуг. По своему отношению именно...